Всем привет! С вами Яна Алексеева, Дон Никитон. Это канал о жизни по наехавших, дома и выпуск про переехавших. Как мы искали квартиру для съема? Сколько стоит? Как нам удалось сэкономить кругленькую сумму? Какой отворился во время переезда? Короче, про все переездные дела для вновь прибывших в Москву. Это просто актуальный выпуск. Смотри до конца обязательно и погнали! Добро пожаловать ко мне в новый дом. И пойдемте, я вам покажу его немножечко. Заходишь и сразу в ванная с туалетом. Здесь большая комната, сейчас она пустая. Вот эту вот стенку мы тоже сегодня, я надеюсь, разберем и продадим. Там в соседней комнате сейчас пик Дон Никитон. Там стоит диван, от которого мы тоже, я надеюсь, скоро избавимся. Дальше у нас моя радость. Это гардеробная. Настоящая, небольшая, но все-таки тут очень много полок. И наша кухня, она больше, чем была та предыдущая. Сейчас уже я начала потихонечку тут хозяйничать. Валяется мусор уже. Обычное дело, сами понимаете. В общем, кухня достаточно большая. Стол, стулья, балкончик. Очень аккуратно. Все с видом во дворы. Что с этой, что с той стороны. Давайте сначала, где и как мы искали дом. Это наш второй переезд. И оба раза мы находили жилье на Циане. Есть, конечно, другие. И домофонд Ру, и Живем Ру, и Авито. Но у нас с ними как-то не сложилось. Например, тот же самый домофонд. Мы два года назад искали там квартиры. И большая часть из них была откровенным фейком. Авито даже не думала открывать почему-то, если честно. Хотя говорят, что там тоже находят квартиры. Кто-то находит через знакомых. Кто-то, особенно студенты, которым нужно снять одну комнату, например. Те вообще заходят во ВКонтакте, в Фейсбуке. Есть там группы. Группы, где ищут соседей. Сдают комнату в квартире. Студенты многие находят хороший вариант. У нас была целая гора просмотров. Что в первом, что во втором случае. И есть, что рассказать про это дело. Если под этим видео наберется хотя бы больше 20 комментариев на тему. Хочу более подробно узнать про тонкости поиска квартиры в Москве. Тогда я сниму для этого отдельное видео. А пока не будем забивать эфирное время. Несколько вещей на кухне, которым лично мы очень рады. Во-первых, холодильник. Наконец-то у нас большой холодильник. Потому что всегда у нас была большая проблема. У нас была маленькая морозилка. И мы не могли ничего заморозить там. Ну как жить без большой морозилки? В общем, теперь у нас есть большая морозилка. Ну и, соответственно, сам большой холодильник. Во-вторых, вытяжка. У нас есть духовка, наконец-то. Потому что в предыдущей квартире у нас духовки не было. Да, мы практически ничего не пекли. А здесь это не просто духовка. Это еще и микроволновка. И самое главное, что вот я для себя загадала, что в следующей квартире у меня обязательно это будет. Посудомоечная машина. Полнофункциональная. Вон огромная какая. Тут три деления. Это, конечно, космос для меня сейчас. Потому что я лично уже заманалась мыть посуду. И еще для меня самая главная штука, которую я тоже загадала себе, когда думала о том, что должно быть в нашей новой квартире. Вот эти штуки. Это очень много полок, шкафов, в ванной комнате. Чтобы ничего не валялось вокруг. Чтобы ни за что глаз не цеплялся. Дон Никитон не будет все это доставать и раскидывать. Я надеюсь, по крайней мере. Ну, внизу, может быть, будет еще. Но мы там повесим замок. Ох, милочка. Главный лайфхак. Как нам удалось сэкономить что в первом, что во втором случае целую месячную оплату квартиры. Съем жилья непосредственно у собственников. Без использования услуг риэлторов. Ну, так, сами понимаете, не приходится никому платить комиссию. В большинстве случаев здесь риэлторы такие, которым даже вообще и копейки заплатить жалко. В общем, квартиру мы нашли красивую, просторную, двухкомнатную, что самое главное. Но, конечно же, вы понимаете, что это не дешевое удовольствие. Я решила просто ради интереса посмотреть, какие за эти деньги можно снять квартиры в Хабаровске. Обязательно будет какая-нибудь квартира в центре Хабаровска, либо в Вахово, Флегонтово. Сейчас это новые районы с хорошим видом и ремонтом. Но, на мое удивление, они не такие уж и супербольшие, как я думала. Я бы не стала за такие деньги снимать квартиру в Хабаровске. Тем более, что в Москве мы тоже неплохо устроились. Как говорят, нет ничего прекраснее, чем смотреть на три вещи. Огонь, воду и как кто-то работает. Вот именно третьим я сейчас предлагаю вам заняться. Расслабьтесь, садитесь в кресло. Можете набрать бокальчик вина или виски и расслабляйтесь. Сейчас я все вам организую. Первая однушка была тоже очень хорошая. Просторная, светлая, в идеальном районе, хозяйка, которая нас не кантовала. Она была просто замечательная. Жаль было прощаться со всем этим. Но, к сожалению, туда врезать вторую комнату невозможно. Поэтому пришлось менять и прощаться с нашей прекрасной, любимой однушечкой. Вещи в Москве можно перевозить двумя способами. Первый способ это нанять какую-нибудь специальную компанию, которая приедет, соберет все ваши вещи по коробочкам, все запакует и довезет до места. Не всегда гарантировано, что в целости и сохранности. Хотя не знаю все тонкости, потому что мы выбрали второй вариант. Переезжать сами, сами собирали вещи, сами упаковывали их, сами перевозили. И любимый у меня использовал два варианта. И часть вещей с другом, используя каршеринг. Вторую половину вещей, когда их было особенно много, он перевозил технику. Он заказывал большую грузовую машину в Яндекс.Такси. Там это обошлось буквально в 990 рублей, если не ошибаюсь, за час. Никитос просто не может поверить своему счастью. Это любитель. Когда все раскидано, а тут катает уже коробки, помогает сыр. Кто пылесосил сейчас на кухне? Тут коробки, вещи валяются. Все собирается. Уже собрали сумку в половину. Тут тоже все, короче, везде. Просто раскардаш. Еще одна сумка. Пучок стоит на столе рядом с сыром. Что скажешь? Это переезд, товарищи. Это переезд. Кто работает, тот ест. Поэтому мы начали частично отмечать переезд. И пока что живем, как видите, среди сумок. Сумки, 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 сумки. Там в комнате, где Никитос спит, тоже сумки. Я немножечко разобрала вердеров сейчас. Вот. Продолжаем переезд. Петя, нападай. Подарили нам роллы. В нашем районе тут столько пива экспортного, которое я в Москве все едини видел. Крушовица экспортная продается просто в дворе. Чирс, товарищи. Переездный. Ну что, вам покажется? Ну конечно. Че, пока не все привыкли к тому, что имеют дело с логерами. Переезд. Продолжение. Воскресенье. Второй день переезда. Время. 8.42. Привезли почти все вещи. Мы пока еще не знаем, насколько все. Начали частично разгружать. И это капец. Просто я не понимаю, когда мы успели столько вещей нажить. Мы когда переезжали в ту квартиру, у нас было два чемодана и три пакета. А теперь просто посмотрите. Ну только сумку я разгрузила. Я вожу. Давай. Посмотрите просто на это лицо. Переезжающего человека. Посмотрите, руки огнем горят. Я когда водой на них прызгаю, я как-то кросс-фитом занимался. Если руки дрожат. Просто смотрим, во что превратилась прекрасная огромная квартира. Картина. Бурлаки на Волге. Матрас. Кровать. Кресло. Еще матрас. Целая куча сумок. Еще сумки. Также часть вещей в гардеробе загружена. Что-то вот я разгрузила сейчас на кухне. Коробки две стоят. Когда мы успели так разбогатеть, не совсем понятно. Ну что, пойдемте разбирать. Итак, раз, два, три. Вуаля. И все. Целая сумка уже разобрана по шкафам. Всего лишь одна сумка. Их еще дизель. Итого наш переезд длился три недели. Три. Три недели. Переезд состоялся. Мы сейчас здесь более-менее обосновались. Там в другой комнате, в большой, еще валяется целая сумка вещей, которую, мне кажется, мы не разберем никогда. Но, тем не менее, мы заехали в новую квартиру. Уже обосновались. Живем здесь. Строим планы на будущее. Как мы будем переезжать. И я, естественно, продолжаю снимать следующее видео о жизни понаехавших в Москве. Поэтому, если тебе интересно, как, что здесь устроено, почему и сколько, подписывайся на мой канал, ставь лайки. И увидимся с тобой в следующих выпусках. Пока!